Привет-привет! Меня зовут Яна, и сегодня мы с вами познакомимся поближе, познакомимся поближе. Я решила ввести новую рубрику на моём канале Давайте поболтаем по-русски. Мы будем обсуждать разные темы о жизни, о саморазвитии, о хобби и путешествиях. И, конечно, мы будем узнавать друг друга лучше. А приятным бонусом будет то, что вы будете изучать новые слова и фразы. Кроме того, это отличная практика для ваших ушей и для вашего мозга. Прежде чем мы начнём, я хочу сообщить вам о том, что я подготовила для вас бесплатный, но очень полезный pdf-документ с материалами из сегодняшнего видео. Для того, чтобы получить этот pdf-документ, заполняйте короткую форму ниже. А мы начинаем! Сегодня я бы очень хотела поделиться с вами моим личным опытом адаптации в Финляндии. Да, я живу в Финляндии, и живу я здесь уже четыре года. Если вдруг кто-то из вас тоже переезжал в другую страну, адаптировался в новой стране, либо, возможно, вы мечтаете переехать в другую страну, делитесь своими историями в комментариях под этим видео. Для меня это очень важно узнать вас поближе, познакомиться с вами. Давайте будем ближе и будем знакомиться. Я столкнулась с разными трудностями в Финляндии. Я говорю это с таким счастливым лицом. На самом деле было очень трудно, но с другой стороны эти четыре года меня многому научили. Первая моя трудность — это финский язык. Финский язык — это один из самых трудных языков в мире. И я ощутила это на себе. Я ощутила это на своей шкуре. На себе, на своей шкуре. Это правда. Я посещала интенсивные курсы финского языка. Что же это значит? Я учила Я изучала финский язык по четыре часа в день, пять раз в неделю. Это было слишком интенсивно для меня. Я плакала от усталости. То я любила финский язык всей душой, то я ненавидела финский язык. Как говорится, от любви до ненависти один шаг. Так и случилось с финским языком. Я изучала его в группе онлайн. И если честно, мне не очень понравилось, потому что группа была очень большая. Было слишком много людей. Примерно двадцать человек. Я считаю, что трудно изучать язык в такой большой группе. Это моё мнение как профессионального преподавателя с немаленьким опытом работы. Но как было, так было. Язык я всё-таки выучила до определённого уровня. Именно на этих курсах я встретила свою первую подругу, с которой мы дружим до сих пор. Она из Польши, и мы стараемся поддерживать нашу связь. У нас сложились очень тёплые отношения. Кроме того, со мной на курсах были люди из разных стран, абсолютно из разных стран. И это был очень интересный культурный обмен для меня. Я обожаю людей, обожаю разные культуры, языки, национальности. Мне очень нравится изучать, узнавать разные культуры и, конечно же, их традиции. Но сейчас я вспомнила очень смешную историю, конечно же, с курсов. Как-то раз на уроке я случайно сказала преподавательнице я убью тебя вместо я встречу тебя. Представляете? Я убью тебя. Моя преподавательница была в шоке. Это мягко говоря. Потому что эти слова очень похожи. Но так бывает. Зато сейчас есть что вспомнить. Это было очень смешно, глупо и нелепо. Следующая трудность, с которой я столкнулась, это барабанная дробь. Отсутствие солнца почти шесть месяцев в году. Представляете? Жить без солнца шесть месяцев в году. Безусловно, солнце иногда появляется и говорит «Привет, я здесь», как, например, сейчас. Я вижу солнце. Иногда оно прячется за тучами, но оно есть. Я помахала солнце. Если что, я не сумасшедшая. Со мной всё нормально. Да, это отсутствие солнца. Когда я только переехала в Финляндию, русскоговорящие ребята говорили мне «Готовься, когда наступит осень, будет очень тяжело. Будет бесконечная ночь». Конечно, я приехала из Москвы, и это не морской курорт. Давайте будем честными. Это далеко не морской курорт, но всё же в Москве я видела солнце гораздо чаще. И именно здесь я впервые познакомилась с лампой дневного света. Честное слово, я никогда раньше не слышала о ней. Лампа дневного света стала для меня настоящим спасением, потому что я могла включить её, когда работала. И мне казалось, казалось, что за окном был день, а не ночь. Но только казалось. Конечно же, я поняла, почему финны пьют так много кофе. Особенно осенью и зимой. Потому что без кофе выжить просто невозможно. Примерно в три часа уже наступает ночь. Уже на дворе темно. На дворе темно. И, конечно же, организм тоже хочет спать. Несмотря на все эти минусы, я могу с уверенностью сказать, что мне нравится здесь жить. Я познакомилась с культурой, познакомилась с языком, с людьми. И могу сказать, что я практически адаптировалась. Конечно, мне кажется, что я буду адаптироваться ещё несколько лет. Но у меня есть моя любимая работа. У меня есть семья. У меня есть хобби. У меня есть друзья здесь. Из разных стран. И это потрясающе. Потому что мы обмениваемся. Обмениваемся культурным опытом. Обмениваемся традициями, ценностями. Это очень интересно и познавательно. Если вдруг, ещё раз хочу повторить, вы тоже когда-либо переезжали или вы планируете переезжать, мечтаете переехать, делитесь своими историями в комментариях, потому что это будет очень интересно не только мне, но и моим... Я не люблю слово подписчики. Моим единомышленникам. Моим единомышленникам. Будет интересно вам, ребята. Давайте знакомиться, узнавать друг друга поближе. Если вам понравилось это видео, если вам было полезно, дайте мне знать в комментариях. Потому что так я пойму, продолжать ли такой формат, помогает ли такой формат изучать русский язык. А на сегодня мы прощаемся. Я желаю вам прекрасного дня, отличного настроения. А мы с вами увидимся уже очень скоро, так как я вернулась из отпуска и готова творить для вас. Пока-пока. Увидимся.